Ну, дружок, хочешь послушать сказку о Щелкунчике и мышином короле? Откровенно говоря, я и сам хорошенько не знаю, сказка это или правдивая история. Мне рассказал её мой дедушка, а дедушка узнал её от своей бабушки, которая уверяла, что была лично знакома с двоюродной тёткой самого Щелкунчика. Так что, видишь ли, дружок, пожалуй, всё, о чём ты сейчас услышишь, произошло в действительности только очень-очень давно. А теперь садись и внимательно слушай. Всё это началось в чудесный новогодний вечер, когда во всех домах маленького немецкого городка шли весёлые праздничные приготовления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже совсем стемнело и опустили улицы. Только снег, пушистый и мягкий, продолжал падать на землю, устилая её густой пеленой. Видно и снежинкам в этот вечер захотелось повеселиться. Они то начинали кружиться и танцевать, то вдруг бросали след запоздалому прохожему, словно желая войти вместе с ним в уютные комнаты. Вот из-за угла показался маленький человечек с большим ящиком под мышкой. Торопливой походкой, чуть прихрамывая, направляется он к дому советника медицины Штальбаума. Ну, конечно же, это он, господин Дроссельмейр, крёстный маленьких Марии и Франца, детей советника. Снежинки кинулись за ним, догнали, окружили белым облаком и, приплясывая и кружась, проводили до самой двери. А когда за господином Дроссельмейром захлопнулась дверь, снежинки прильнули к окнам, стараясь услышать, что же делается в доме. Но окна закрыты и плотно задёрнуты толстые шторы, и снежинки не слышат песенки, которые мурлыкает Дроссельмейр в гостиной дома, и которую мы с тобой, дружок, можем подслушать, потому что мы ведь тоже вошли в этот дом вместе с господином Дроссельмейром. Ходит маятник со скрипом, Меньше стука, вот в чём штука. Трик и трак всегда и впредь Должен маятник скрипеть, песни петь. Раз и два, и раз и два, Бьют часы, коль срок им выпал, Ходит маятник со скрипом, Меньше стука, вот в чём штука, А пока господин Дроссельмейр напевая свою песенку, что-то мастерит в гостиной, мы с тобой, дружок, заглянем в детскую, где, прижавшись друг к другу, сидят Мария и Франц. Весь день им не разрешалось входить в гостиную, ведь там готовили ёлку, и сейчас им немножко страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагается под Новый год. Франц, ты слышишь? В гостиной что-то делают. Слышу. С самого утра там всё чем-то шуршат, постукивают. А только что мне послышалось, кто-то напевает. А неужели ты не узнал? Это же крёстный. Наверное, опять сломались большие часы, он пришёл чинить. Интересно, какие подарки он нам на этот раз смастерил? Никто не умеет делать таких игрушек, как наш крёстный. Я думаю, это будет крепость с солдатами. Они будут палить из пушек и скакать на горячих конях. Нет, нет. Крёстный рассказывал мне о волшебном саде. Там большое озеро, а по нему плавают лебеди и поют песни. Скорее б уж открыли двери. Так скучно ждать. Как тихо. Мне чудится, откуда-то долетает музыка. Слышишь, Франц? Совсем стемнело. Мария и Франц сидели, прижавшись друг к другу и не смели проронить ни слова. Вдруг светлый луч скользнул по стене. Прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Распахнулись двери, и ёлка засияла таким блеском, что дети замерли. Большая ёлка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. На всех ветках росли обсахаренные орехи, конфеты и всякие сладости. Сотни маленьких свечек, как звёздочки, сверкали на тёмных ветках, озаряя всё вокруг. И чего там только нет. Не знаю, кому под силу это описать. Ах, как чудно! Как чудно! Ух, конь лютый зверь! Ну ничего, я его вышкалю. Надо немедленно произвести смотр моим гусарам. Взвод, стройся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok